Я христианин. Я исповедую Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Полагаю, что вы не христианин? Не христианин совсем. Совершенно. Я адоксальный еврей. И следую таре письменной, таре устной. Никоим образом не являюсь христианином. Понятно. Но скажите мне, пожалуйста, есть что-то в христианстве, что вас привлекает, что вы считаете достойным внимания? Давайте поставим вопрос по-другому. Как я отношусь к христианству? Христианство я воспринимаю как дочернюю религию иудаизма, которая распространяет еврейские идеалы человечеству. В этом смысле христианство, разумеется, замечательная, достойная вещь, которая распространяет еврейские идеи человечеству. Евреи – это отдел разработок. Христианство – это отдел маркетинга, если вам удобно такая фраза устроить. И оно распространяет еврейские идеи. И евреи сами не занимаются распространением, евреи сами занимаются разработками. И это нормальное разделение как бы труда, если хотите. Разумеется, в отделе разработок есть свои находки, есть свои продвижения, есть то, чего нет в отделе разработок, есть оно ориентировано на разработчиков. А по этому отделу маркетинга есть свои находки, свои интерфейсы, свои достижения. Разумеется, конечно. Как это заявление воспринимают в ваших кругах? Таких моих. Еврейских? Да, в еврейских. Я общаюсь в тех и в тех кругах, где это совершенно нормально. То есть они христианство считают религией монотеизма, сродни иудаизму? Ну конечно, дочерния религии иудаизма. А как иначе это можно понимать? По-моему, естественно, совершенно очевидно. То есть это продолжение иудаизма или это отдельная ветвь? Или тот же иудаизм? Это расширение иудаизма для народов мира. Но вы же понимаете, что христианство, почему тогда евреи его не принимают? Потому что это для народов мира, а не для евреев. Для разработчиков нужна для разработчиков система, а для пользователей – для системы для пользователей. Какая выгода тогда евреям от христианства? Ведь евреи работают для человечества, а не для себя. Евреи же занимаются иудаизмом не для того, чтобы самим заниматься иудаизмом, чтобы человечество пришло к божественному свету. Христианство осуществило это в огромных масштабах. Замечательно, прекрасно. Почему тогда евреи так агрессивно воспринимают свои же идеи в интерпретации христиан? Только если христианство пытается евреев обратить в христианство, тогда это недопустимо. Обращение евреев в христианство, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, потому что евреи – разработчики, а христиане – распространители. В этом плане у каждого своя функция. Когда китайцы обращаются в христианство, я говорю, великолепно, потрясающе, огромное достижение. Миллионы китайцев, пришедших в христианство – это совершенно замечательное продвижение монтеистических идеалов человечеству. Но евреи – разработчики. У нас другая профессия. То есть, если следовать Вашей мысли, получается, что при успешном продвижении христианства мир может стать христианским в большей или меньшей степени, кроме еврейского народа? Еврейский народ, в принципе, не должен становиться христианом, потому что христиане – это распространители. Образработчики. Это разные функции. Теперь, станет ли мир христианским? Я бы… Теперь, давайте я сформулирую это. Я начал формулировку, да, но давайте я продолжу. Теперь, в этом смысле я считаю, что само христианство, разумеется, с моей точки зрения, еврейской, содержит некоторые неверные утверждения. Существенно неверные. Но самым неверным, с моей точки зрения, является обожествление Иисуса, что я считаю категорически неверным. Вы же понимаете, что с христианской точки зрения это ключевой момент? Нет, неверный. Как религий, как таковой, не существует без христианства? Я не согласен. Нет, согласен. Вы же специалист по иудованию. Да, я не согласен, потому что есть в христианстве направления, которые они считают Иисуса Богом. Они сегодня маргинальны, я согласен, но думаю, что все христианство к этому придет. Поэтому христианство отнюдь не пострадает в смысле духовного продвижения, в смысле духовного уровня, если Иисуса не будет считать Богом. Опять, это отдельно. Если сейчас можем влезть, то это будет большая... Теперь, секундочку. Таким образом, христианство, с моей точки зрения, проходит процесс модификации, метаморфозы. И этот процесс очень связан, очень связан с созданием государства Израиля. Это отдельная тема, я могу сейчас это объяснить. Но иудаизм тоже проходит процесс модернизации. И тоже иудаизм диаспоры – это не то же самое, что иудаизм в Израиле. Радоксальный иудаизм, он совершенно другой. И в этом смысле и иудаизм проходит процесс модернизации, и христианство проходит процесс модернизации. В некоторый момент мы осознаем себя как дополнительность, как общий монтеистический комплекс человечества. И в этом смысле действительно у нас есть общая задача, у нас есть общие цели, у нас есть общая установка, у нас есть общая база. И есть несогласие. Окей, несогласие придется преодолевать постепенно. Я не жду быстрого преодоления несогласия, поэтому я совершенно нормально... У меня нет проблемы общаться с людьми, которые считают Иисуса Богом. И при этом через Иисуса вы подключаетесь к этому. И вот это и было созданием христианства в современном виде, если так можно выразиться. То есть Павел на базе Иисуса построил систему для неевреев, которая позволила присоединиться им к еврейскому дереву. Это величайшее достижение, это огромное духовное продвижение прогресса, всё на свете. И вот это к ним, поэтому для них обрезание не нужно. Для них, и всё это, все Иечи Павла даже послали не к евреям. Это не к евреям, это к еврействующим. Надо воспринимать в этой перспективе. Поэтому для евреев все законы обязательны. Для евреев шаббат, кашиут, всё обязательное обрезание, и они должны соблюдать все заповеди и никаких вариантов. И это продолжает быть живой религией для евреев. Для неевреев это путь, который Павел открыл. Прекрасно, отлично, герой духовного мира. Всё, я согласен. Это очень помогает. Фарисеем был и остался до всю жизнь, кстати. Он же в конце жизни себя называет фарисеем даже, не в начале. Он говорит, я фарисей, сын фарисея. И говорит это на суде. То есть это уже не в начале деятельности, а в конце жизни. Он умел разговаривать, знал, с кем говорил. Да, но он же не врет, он же не отрицает этого. Потому что на самом деле линия фарисеев, не столько это не отрицает. Иисус, кстати, тоже был фарисеем. Вся критика Иисуса фарисеев – это критика того, что они плохо себя ведут, а не то, что их учение неверно. Между тем Павел не аллегорически и не через иносказание говорит, что если законом оправдание, тогда Христос напрасно умер. Для неевреев. Если вы оправдываетесь законом, то вы отпали от Христа. Для неевреев. А для евреев иначе? Да. Ну а евреи вообще Христа не признают. Ну вообще другая дорога. Значит, евреи разобочите, а христианство – это дополнение к евреям для леонов мира. Ну все правильно. Приложение, да? Это и есть теология дополнения. Хорошо. Если вернуться еще на несколько минут к тому, о чем мы сейчас говорили из третьей главы послания к Галатам, вы рассматриваете вариант того, что Бог Аврааму обещал Христа, в котором благословятся все народы? То есть пусть не называть это Христом, но обещал… Давайте дальше я вспомню его. Бог обещал Аврааму, что через его потомство благословятся все народы. И это потомство – это еврейский народ. А, то есть это конфликтует с Павлом? Нет, 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 нет. Внутри этого еврейского народа, этого дерева, есть еще ветвь, которая является христианством. В этом смысле она также приносит благословение человечеству. Через нее также, но это один из пунктов, а не суть пункта. Другими словами, Бог обещал Аврааму Христа. Нет, нет, нет. Бог обещал Аврааму, что через него благословятся все народы земли. В частности, в этом смысле, я, например, считаю, что, разумеется, Иисус является провиденциально, божественно, как бы, направляемым, что христианство является провиденциальной религией, что Всевышний создал эту религию и направил человечество в это направление. И это не является случайностью, это не является обманом, это является божественным провидением. Это нормально, но это одна из ветвей. То есть, если Христос произошел от чресла, выражаясь языком Библии, Авраама, и тем более он был обещан Всевышним, в чем проблема, почему еврейский народ, потомки Авраама, так агрессивно воспринимают этот факт? Это не агрессивно. Агрессивность только начинается, если христиане пытаются евреев обратить в христианство. Даже если не пытаются, а общее отношение евреев к учению Христа и самой личности Христа. Это наследие двухтысячелетий преследования и попыток обращения евреев. То есть, это виновата церковь в том, почему у евреев такое отношение к Христу? Я думаю, что да. Вы воспринимите такую фразу. Есть разработчики. Разработчики находятся в лаборатории. Разработчики разрабатывают продукт. Разрабатывают они его не для себя. Они его разрабатывают, чтобы человечество пользовалось. Системщики, которые программисты-системщики, они работают не для себя. Они работают для пользователей. Но, конечно, они пользуются своим языком, своими принципами, своими, так сказать, законами. И поэтому, если вы системщик, то вы не можете поставить лишнюю запятую в программе. Программа не будет работать. Но пользователь компьютера может поставить хоть 25 лишних запятых. Система эта все, так сказать, она устойчива для пользователя. Пользователь, если он не системщик, для него есть более подходящий ему интерфейс. В этом смысле для системщиков есть много-много законов, которые для пользователя просто дикие. Почему это нельзя поставить лишнюю запятую? Да какая разница от лишней запятой? А системщик говорит, нет, системщику нельзя, а пользователю можно. Поэтому системщики имеют заповедь в субботу, каширута, это не возьми, там не повернись. Миллион деталей. Потому что они системщики. Потому что они занимаются ядром системы. Так вот, если системщики были в лаборатории и разработали некоторый продукт, как-то в духовном смысле. А потом распространители взяли этот продукт и понесли человечеству. Прекрасно. Это взаимодополнительные функции. Но так случилось, что системщики ровно в этот момент ушли из лаборатории. Пришли римляне, война, разрушение, неважно почему, разошлись. Что смотрят распространители? Они говорят, системщики оставили лабораторию, разработчики. Значит, все. Значит, в наших руках конечный продукт, который вместо того, который был, все теперь должны принять. Системщики, которые разбежались, пусть они принимают теперь вот этот вот конечный продукт. А системщики отказываются. Начинается конфликт, начинается напряженка между распространителями, которые водят для всех. Они не понимают, что системщики же разбежались, все, теперь они как бы как все остальные. Ну хорошо, у них заслуги бывшие, поэтому так уж и быть не будем их заставлять насильно. Да, что говорит теология дополнения. Но все-таки лучше, чтобы они тоже приняли. Но после этого, проходит две тысячи лет, распространители прекрасно постарались, зашли огромную работу, продвинули все человечество, превосходно, замечательно. И вдруг системщики возвращаются обратно. А если системщики возвращаются в лабораторию, то они не возвращаются ни для чего иного, как для создания апгрейд-версии. Поэтому и системщикам, и разработчикам, и распространителям придется переосмыслить все свои духовные представления. Вы верите, что христианство должно отказаться от ключевого, главного постулата, основания своей веры? Мы же от вас, вы же нас разработали. Почему же мы не будем работать в вашей операционной системе? Потому что вы осмыслите, что эти же понятия останутся. Что вы сделали ошибку в операционной системе? Нет, да нет, это было необходимо для развития христианства. Эта позиция, которая, с моей точки зрения, ошибочна, она исторически необходима. Без нее этого не произошло. И отказа от терминов не будет, будет переосмысление терминов. Понятно. Так кто к кому навстречу идет? Оба. Оба. Встречаемся в Иисусе Христе? Нет, встречаемся в новом понимании наших прежних религиозных представлений. Хорошо. Спасибо большое. Пусть Бог восхождает. Спасибо. Вам тоже.